Военный эксперт Олег Жданов уже на прямом включении телеканала Freedom. Здравствуйте. Олег Владимирович, приветствуем. Здравствуйте. Здравствуйте. И первый вопрос о разминировании. Скажите, пожалуйста, по вашим оценкам, сколько времени понадобится украинцам для того, чтобы очистить землю, и насколько действительно много мин оставили после себя уже оккупанты? Ну, скажу так, что это может занять не один год, потому что площади очень большие, которые оккупировались российскими войсками, и там же не только мины остались, там остались не разорвавшиеся снаряды, там остались просто брошенные снаряды. Поэтому если мы будем еще работать так, как сейчас, мы в основном своими силами, и у нас волонтерская помощь, и небольшая помощь от западных стран, потому что они все-таки боятся приезжать в Украину. Но, в принципе, если это организовать на международном уровне, то это понадобится, ну, я думаю, что лет 5-7 это точно. Окей, в любом случае, то, что мы наблюдаем, это как только оккупационные войска отходят с какой-либо территории, там начинается как раз вот этот вот процесс обезвреживания территории. Например, работают минеры, то есть работают саперы, и избавляют территорию от угрозы взрывоопасных веществ различного рода. Конкретно по деоккупации глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов озвучил информацию, согласно которой уже до ноября месяца или до конца ноября месяца под украинский контроль может вернуться Херсон, Херсонская область. Как вы считаете, каким образом это может происходить? Ну, образом вытеснения противника. У нас, кстати, там, мы там, я так понимаю, не ведем активных наступательных действий, мы планомерно выносим эту группировку с позиций и потихоньку продвигаемся вперед. Поэтому ввиду того, что она там самая крупная, самая боеспособная на сегодняшний день из всех оперативных направлений, ну, если только не брать участки на Донецком направлении, где воюют частные военные компании. Так что, в принципе, вполне вероятно. Тем более, что мы все-таки контролируем, хоть не на 100%, но мы контролируем логистику, а увеличение группировки, логистики этой же группировки. Олег Владимирович, в таком случае другой вопрос. Думаю, вы понимаете, почему я его задам. А каким образом это не будет происходить, как вы считаете? Ну, не будет это происходить в том случае, если мы на сегодняшний день перейдем к оппозиционной войне и будем просто проводить, допустим, артиллерийские и огневые дуэли с противником, вот, и дальше будем накапливать силы и резервы. Но все равно, рано или поздно должно произойти, потому что, накопив необходимое количество резервов, мы сможем сделать уже тогда, допустим, более динамичный рывок в плане освобождения правого берега. Да, я к чему спрашиваю. В смысле, это будет в любом случае планомерно постепенно и, скорее всего, с помощью артиллерии и высоких технологий. Точно не с шашками наголо и под крики «Ура!» давайте возвращать Херсон. Нет, конечно же, нет. В лобовые атаки никто ходить не будет. Вы абсолютно правы. Огневое поражение противника, здесь основной упор на этом направлении. Ну, допустим, в отличие от того, как мы действуем на луганском направлении. Там мы идем в маневренном наступлении. Олег Владимирович, чего такой метод оккупантов? Это холод и голод, о голоде чуть позже, а вот о холоде. Институт изучения войны предполагает, что президент России ждет зимы и наступления холодов, чтобы понять, не изменит ли позицию Европа в поддержке Украины и, собственно, исходя из этого, изменить свою тактику, стратегию в оккупации Украины. Как вы считаете, что покажет эта зима? Ну, я думаю, что эта зима не сильно повлияет. Судя по прогнозу синоптиков, то средняя температура зимы может быть даже на 2 градуса выше, чем в прошлом году. В прошлом году была не самая суровая зима. Тем более, что Европа подготовилась. Тут расчет Путина, на мой взгляд, полностью провалится. Почему? Потому что как никогда надо отметить, что Европа заходит в зиму практически с полными газовыми хранилищами. Это первое. Второе, то, что диверсификация поставок на сегодняшний день организована. У Европы было целых полгода, начиная с весны. И те, кто использовал этот момент, а я так понимаю, что многие страны. Даже тот же Олаф Шольф, вспомните, он ездил на Ближний Восток и договаривался с арабскими странами о поставке газа в Германию. Так что я не думаю, что сработает, что вы все замерзнете и ко мне прибежите. Это первое. Второе, что для... Олег Владимирович, проблемы со связью. Сейчас попытаемся наладить с вами связь. Понимаем, что все еще продолжается... Да, да, все еще продолжается веерное отключение электроэнергии. Различного рода проблемы могут возникать, в том числе и с интернет-связью. Не знаю, как с электроэнергией, но вот пока мы с вами разговариваем, я уже насчитал восьмой взрыв. Я так понимаю, работает наше ПВО. Сейчас же идет массированная атака ракетная. Да, кстати, сообщают официальные представители украинских властей о том, что в воздухе над Украиной может быть порядка 40 ракет, которые оккупанты выпустили в направлении мирных городов, населенных пунктов Украины. Да, непростая ситуация в любом случае. Вы берегите себя, это очень важно. Да, так вот я закончу мысль, что даже Штанмайер сказал, что, скорее всего, северный поток вообще не взрыв. Что все четыре нитки потока, и первого, и второго повреждены. Поэтому я думаю, что Европа вообще не рассчитывает, сегодня вообще не рассчитывает на российский газ. Окей, с холодом разобрались. Разберемся, я имею в виду, что справимся, Украина справится, Европа справится и без российских энергоресурсов. Голод – это еще одно оружие, которое пытаются использовать оккупационные власти и преступная власть Кремля. В частности, это выход России из зернового соглашения. Как вы считаете, каким образом это отразится на ситуации? Вы знаете, вчера опубликовали детали зернового соглашения. Я прочитал все эти пункты. Я там не вижу вообще роли Российской Федерации. Если они не будут пересекать вот эту линию коридора, там по меридиану разделено Черное море, и в эту зону не должны заходить российские корабли, то, в принципе, российского участия там минимум. И на сегодняшний день, во-первых, это теперь проблема пана Гутиериша, генерального секретаря ООН, потому что он был подписантом и договаривался с Россией, и президента Турции Раджепа Таипа Эрдогана. Вот мы посмотрим, как будет работать та сторона сделки. Наша сторона работает, но, насколько я помню, что Турция вводила эсминец и подводную лодку в акваторию Черного моря. Так что у них есть возможность сопровождать эти конвои с зерновыми культурами из портов Украины до Босфора и обратно. Вот. И в этом плане мы можем продолжать сделку. Насколько я знаю, сегодня 14 судов должны начать движение в Черном море в рамках этой же зерновой сделки. И да, некоторые аналитики пишут, что если Россия попытается сделать хотя бы один выстрел, то это будет обстрел мирных кораблей. А сейчас, вот как вы говорите, действительно... Да, тогда признание России страной террористом станет просто вопросом ближайшего времени. Причем в рамках ООН. Это должен показать сегодняшний день эти суды. Должны выйти буквально сегодня, 31 числа. Над Украиной около 40 ракет сейчас пишут. И есть в столб дыма, который виден в Киеве, в небо поднялся черный столб дыма. Скажите, пожалуйста, что происходит с точки зрения тактики оккупантов? Это опять запугивание? Это подготовка к зиме? Или это уже месть за Херсон и наши успехи там? Я думаю, что это месть за Севастополь. Потому что Российская Федерация, для нее это имиджевые потери очень большие. Если Херсон они могут скрывать и не рассказывать, что там реально происходит для своей аудитории, то Севастополь был разрекламирован на весь мир. И даже, я так предполагаю, не зря Пригожин вчера, вот этот повар Путина вчера обратился в генеральный проект с просьбой закрыть YouTube. Потому что информация доходит. И сегодняшний ракетный удар... Это скорее всего... Мы пока что не признавали своего участия в этой операции. Олег Владимирович, спасибо большое за участие в эфире. Спасибо за ваши комментарии. Кстати, по поводу Севастополя мы сейчас подробнее еще будем говорить. В том числе расскажем и в нашем сюжете относительно того, что же там произошло. Во всяком случае, о том, что заявляют о произошедшем представителям российской Минобороны. С вами Олег Владимирович. На сегодня пока прощаемся. Спасибо. Военный эксперт Олег Жданов был с нами на прямой...